Алмина Горького. Сегодня здесь бобруйские гигиенисты. Повод – проверка соблюдения антиковидных норм. В наши дни это уже традиция. Всё бы хорошо, но гостям не сильно рады. Администратор уходит в подсобное помещение. Общаться с врачами готовы лишь там. И, конечно, без камеры. Её право. Специалисты продолжают мониторинг. «Наличие дезинфицирующих средств для обработки рук у продавцов. Добрый день. Бобруйский зональный центр генопеземиологии. Кто здесь продавец?» Почему администратор избегала камеры – до конца непонятно. В магазине всё в порядке. Продавцы в масках и перчатках. Где средства в наличии, разметка есть. От покупателей тоже требуют соблюдения антиковидного дресс-кода. Пандемия наносит удар. Двигаемся дальше. Интернациональная 22. «Виталюр». Тоже никаких нареканий. Маски, перчатки, антисептики в наличии. На каждом шагу памятки и рекомендации. Продавцы и покупатели. К этим правилам привыкли все. Понимают – всё ради здоровья. «А вы маску только в магазине надеваете?» «Нет, и на улице носим маску, и в магазине. И в дизеле, и в троллейбусе, и в автобусе». «А как вы ещё себя защищаете?» «Руки моем тщательно, приходя с улицы». «По приходу на работу каждый работник торгового объекта должен измерять свою температуру тела и делать достоверную пометку в соответствующий журнал в начале дня и в конце рабочего дня». Сотрудники санстанции не только в магазины ходят. Кафе, парикмахерские, аптеки, бани тоже в центре внимания специалистов. Правила для всех одинаковые. Вот только соблюдают их далеко не все. «Проверяем торговые объекты, а также объекты общественного питания на постоянной основе. Проводятся надзорные мероприятия в виде мониторингов, либо мероприятий технического характера. За иссёкший период 2021 года проверено более 500 объектов торговли. Нарушения выявляются практически 80% из них». Уже выдано около 150 рекомендаций. Почти сотни учреждений под пристальным вниманием специалистов. В первый раз – предупреждение, дальше штраф физлицам от 1 до 30 базовых и П от 2 до 200.